Если бы никто не принёс жертву, а солнце бы взошло. Как ты можешь так думать, Крис? Объясни нам. Я только предположил, глупо предполагать то, чего не может быть. Всем известно, что солнце без жертвы не взойдёт. Никогда не взойдёт. И оставит весь мир во тьме. Да. И хватит об этом. Давайте лучше помолимся нашему Господу. Может быть, каждый помолится тайно? Зачем же, Крис? Лучше вместе, ведь на месте уходить солнце. Но ведь у всех есть своередневную молитву. Пожалуй, Крис, да? А что, остальные? Помолимся на себя? Ну что ж. Помолимся тайно. Я инстинкан. Я инстинкан. Я инстинкан. Поехали. Спасибо. Десять тысяч лет. Существует мир. Десять тысяч лет. Да, Крис. И что? Унесенное количество дней. Да, много. А сколько лет существуют жрецы? Но ведь это всем известно, ровно столько, сколько существует Солнце. Ну, уже есть, вот есть. Зачем ты спрашиваешь? И неужели не было ни дня, хотя бы ни одного, чтобы не принесли жертву восьмерых? Конечно же нет, правда. Был один такой день. И что же случилось? Солнце не взошло, и было три ночи подряд. А потом? А потом принесли жертву восемьсот раз по восемь чистых. И Солнце смилотилось на ночь. Когда это было? Пять тысяч лет назад. Но откуда ты об этом знаешь? У жрецов это записано. А если они ошиблись в своих записях? К чему он это говорит? Что это, Крис? Ты не веришь жрецам? Но как можно проверить их слов? Ольга, им надо просто верить. А если все было не так? А как с Кожиром? Если они не приносили жертву сотни раз, а Солнце восходит. Ну, уже нет. Такое возможно? Конечно же нет. Жертвы нужны ему. Оно любит нас тогда, когда мы его любим. А если оно плевало на наших жертв? Да что ты вообще говоришь? Ольга, ты сказал, плевало? Да, Ольга. Ты не ослышалась. Плевало. Значит, ты считаешь жертву за час до восхода напрасно? Подумайте. За час до восхода. Значит, восход это что-то главное, а не смерть восьмеры. Отец мне рассказывал, что по ту сторону есть народы, которые никогда не приносили таких жертв, а Солнце у них восходит ежедневно. Зачем? Зачем тогда убивать нас? Убивать? Да как ты смеешь говорить так об окончании земной суеты? Тебя лишают временной жизни, чтобы ты получил вечную. Ты станешь лучом нашего Солнца, рукой нашего Господа. Тебя выбрали из миллионов других, и ты не понимаешь этой чести. А ты? Как ты смеешь смущать других? Как ты смеешь не верить жрецам и Солнцу? Да, мы все слышали про народы, живущие по ту сторону. И мы все знаем их нечестие, но Солнце терпит их ради нас. Я не верю, что кто-то может этого не понимать. Да он просто боится, вот и все. Неправда. Я не боюсь. Но это бессмысленно. Бессмысленно. Наша жертва разобнуждается и не понимает. Все я понимаю. Ваша жертва напрасна. Ваша! А твоя, Хрис? Ты хочешь избежать смерти? Нет. Но я пойду как пленный рак. Вот что, надо позвать жреца и все ему рассказать. Он просто заблуждается. Тем более, пусть во всех заблуждениях разбирается лет. Если мы позовем жреца, это будет позором для всех нас. Если среди нас появился хоть один предатель, значит и мы. Мы тоже. Это позор на тысячи лет. Что нам делать? Предположим, мы выйдем завтра, а восьмым с нами будет кто-то другой. Но ведь они уже знают наши имена. Что нам делать, Хрис? Не знаю. Тогда мы просим тебя завтра делать вид, что ничего не произошло. Что ты скажешь? Не знаю. Господин Солнце видит все и воздаст каждому. Оно знает, мы верны и мы отдаем. Но люди, люди часто бывают несправедливы. А что станет с нашими семьями? Такого не было никогда. Это позор на тысячи лет. Что нам делать, Хрис? Делайте, что хотите. А ты, ты чего хочешь? Я знаю, что от них уже не выбраться. Значит, мне все равно... Надо заставить его молчать! Ладно. Черт с вами. Делайте все, что хотите. Я больше ни слова не скажу. Я, пожалуй, еще выйду. Боча, не хочешь со мной? Тебе бы не помешало набраться храбрости. Нет. Не хочу. Я выйду с тобой. Помолитесь же, кто хочет. Если бы только можно было проверить. Что проверить в почве? Если бы когда-нибудь нам открыть встанет. То все бы узнали о правоте жрецов. Это ты хотел сказать? Да. Конечно. Они уже вздумали проверять жрецов. Да кому от язык поворачивается сказать такое? Мы приносим себя в жертву для всего мира. Там остались наши братья, сестры, матери и отцы. Каково им будет, если завтра они не увидят света? Дорогой, можно думать только о себе, даже если кто-то из нас и боится смерти. Ого, не может быть. Мы ничего не боимся. Но если бы кто-то и боялся, он должен был сперва думать о других. Почему? Почему сперва я должен думать о других? Да потому что и больше, и больше. Смотри, ты сюда нашла. Гриб. Какой дорогой. У меня никогда такого не было. Посмотрите. Тут что-то написано. Лида. Имя красивое. Эта девушка принятая в жертву? Да, это наша сестра. И сейчас она уже стоит перед солнцем. Постойте, братья. Я слышал это имя. Но она была проституткой. Напомнись, Крис. Что ты такое говоришь? Я говорю, она была проституткой. Этого не может быть. Ей принесли в жертву. Она была чистой. Чистой? А вот. У нее спросите. У меня? Что спросить? Спросите. И она вам расскажет, какой была Лида. Где знала я? Да, она жила неподалеку от нас. Она была... Крис сказал правду. Да, правда. А теперь спросите. Откуда она ее знала? Откуда ты знала Лиду? Мне о ней рассказывают. Кто? Мой брат. Она лжет. Нет. Она лжет. Я чиста перед солнцем. Чиста? А вы проверьте. Не нужно меня управлять. Это ведь нетрудно. Я чиста перед солнцем. Тогда докажем, что-то я чиста перед солнцем. Что делается? Соберите его моя. Не надо меня управлять. По ты сами пос listener. Где его сразу? Не надо. Не надо меня управлять. Не надо. Не надо. Пожалуйста. Не надо. ОщStay. Останьте! 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 Он прав! Гадина! Обманулось лицо! Никого я не обманывала! Они всё знают! Они о каждом знают всё! Обманула, а теперь ещё клещи за них! А ты спроси! Всем спросите, вы не сами, они вам ответят! Спросить, конечно, можно! Подожди. Откуда ты знаешь? А жюля справилась, видится, ладень. Ну ты не могла её видеть! Он и со мной провёл время. Ну откуда это потом знаешь ты? А я спал с ней! Зовите жреца! Лучше позор, чем смерть рядом с этими двумя! Постой, Лили! А что с ней она не врёт? Что с ней жрецом? И правда всё равно! Да как ты смеешь? Жрецы просто расшиблись! Они ничего не знали. Он и с ней зло жреца, Лили! Зови громче! Позовите жреца! Нам нужен жрец! Под Hernandez! Позовите жрец, Позовите жреца! Калишна! Нах нужен жрец! Позовите жреца! Позовите жреца! Подública жреца! Зови Mal joining! Нельзя! Эй, там нужен жрец! Вам сказано, нельзя! Да как ты смеешь? У нас важное дело! Молчай! Что за дело? Мы объявим только ему! Вам сказано, нельзя! Ты ответишь, если не позовешь его! Перед кем? Перед тобой, что ли? Да как ты смеешь, животное? Ты разговариваешь с бессмертными! Да неужели? Может, скажем, что это завтра? После рождения? Позовите жреца! Осторожно! Много вас тут будет входит! Кстати, каждый будет помогать нами! Может, были бы попроще? И не пошли бы, как холсты, под нож? Негодяи! Да заткнешься ты, наконец! Нет! Тоже они избрали-то! Наше дело важное! Говори! Среди нас... Среди нас есть двое нечистых! Кто? Крис Регина! И что? Но их они не имеют права! Это жертва солнцу! Все остальные безгрешны? Конечно! Мы чисты! Будут двое, да! А другие? Мы спросим у них самих! Все помнят, что мы знаем о каждом из вас все! Мара! Ты! Я? Но ты обещала! Ну! Согрешила когда-то со своим дядей! Ты! Лили! Согрешила! Ты! Кобя! Греша! Вочи! Я... Я никогда... У тебя не было женщин! Ты отдавался мужчинам! Мужчинам?! Что вы еще хотите знать? Значит, ты и Лида? Да! И Гина? Да! Приверзались! Вы предаете наше солнце подлецей, но ничего! Я так-то все расскажу! Все знают, кто вы такие! Люди не услышат! Ничего! Я крылью по ночи! А если тебе вырежут язык? Кто-то еще хочет кричать завтра? Ну и ты жрец! Неужели тебе не страшно приносить такую жертву? Мы приносим солнцу то, что у нас есть! Разве жрецы виноваты, что мир так развратился? Что невозможно найти без мира в чистой клепе священной жертвы? Мы выбирали лучших из лучших! Потом выбирать стало все труднее! А потом настал день, когда мы смогли выбрать лишь семерых! Что было делать? Уменьшить число! Но что бы нам сказали люди? А что сказал вам солнце? Солнце восходит! Восходит каждый день! И мир стоит! Солнце продолжает молчать! А значит, оно согласно принять вас любыми! А будет ли молчать народ, если заметит хоть малейший повод к возмущению? Нельзя дать ему поводу усомниться в порядке вещей! Да, мы изменили законы! Но мы никогда не изменим систему! Оставьте сомнения! Мы раскрыли ваши тайны! Теперь вы все знаете друг о друге! Это поможет вам преодолеть страх! Эта жертва необходима! Необходима и солнцу! Но самое главное! Всем, кто остается жив! Вы умираете! Не бессмысленно! Больше не беспокойте меня! Не знаю! Не знаю! Может быть, его слова-то есть, правда! Но он не верит солнцу! Но он хочет, чтобы верили в другие! Вера не может быть такой! Но все это надо не им! И не нам! Это нужно тем, кто станет служить нашу жертву небессмысленно! Я согласен с тобой! И я! Я тоже! Ненавижу жрецов! Но вы мирами ради них! Это нужно остальным! Нет! Я не могу это слушать! Что вам еще нужно, рабы? Вас разоптали! Заставили усирать дерьмо! А вы еще говорите спасибо! Не нужно, Крис! Нет! Молчи! Эта жертва нужна, чтобы выдержать других страх, и не более! Эта жертва нужна! А что вы тут почитаете насчет веры? Эта жертва нужна, чтобы соблюдать порядок! Настоящий порядок не строится на лжи! Не строится насилие! Наши жертвы не напрасны! Вот оно что! Прошли хоть какое-то оправдание, да? Что ж, радуйтесь теперь! Жертва не бессмысленно! Не нужно их слов! Они ведь не шутят! Молчи! И вы молчите завтра, когда вас поведут на закладе! А я не буду молчать! Я все скажу! Ты слышишь, Олив? Ты ничего не скажешь! И кто меня остановит? Вы! Ты ничего не скажешь! Ты уже не хочешь нам прийти без языка! Ну если вы мне эти грозите, да? Мы тебя предупреждаем! А давайте! Что, свобод! Все предупреждали! Давайте! Что? Ну! Ну! Подержи ее! Плес! 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 Девушки отдыхают. У нас бедная семья. Они сказали, что мы разбогатеем, если я... И они жили. Просто я никогда не думала, что будет так страшно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok